Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Бортина Редактор субтитров А.Егорова поговорить решился сказать честным и сказал всю правду и мы начали да ну и до этого я его спросила ты думаешь что это хорошая идея ты лев и я лев и мы вместе он сказал да я думаю это хорошая идея ну и как вам вдвоем да мы на самом деле очень сильно чувствуем друг друга но вот бывает момент когда одному плохо плохо и второму она мы весело второму весело но мы очень у нас очень сильная энергия ты знаешь меня какая я я делаю тысячи дел в один день и он вот такой же как я то есть он хватает все вместе со мной и но судя по вашим соцсетям вам явно никогда не бывает скучно и надо сказать что истории сошлись совпали взгляд на ваше знакомство обоих одинаковый а теперь немножечко вот разные культуры все-таки марокко это же менталитет до велитет или похоже на наших людей с которыми ты росла скажем нет не похожи менталитет на самом деле действительно другой и конечно же не все согласны и не все готовы взять в жены девушку которая выступает на сцене для них это хоть и несмотря на то что марокко это бывшая французская колония все равно насколько бы они не были современными все равно у них есть там какие-то такие моменты в голове что вот так звать на сцене нужно только для меня и так далее слава богу у меня муж совершенно другой в этом плане у меня поддерживает наоборот в на этом мы сошлись потому что мы договорились что он не мешает моей творческой деятельности я не мешаю его творческой деятельности мы друг друга просто поддерживаем помогаем советуем но не никак не не мешаем друг другу не вмешиваем уже до вашего знакомства то есть изменить друг друга вы не пытаетесь вы приняли друг друга таким как есть а какие сложности быть женой марокканцев в чем сложность нет есть только плюсы потому что вот не знаю как у других девчонок но у меня у некоторых моих подруг у русских девочек которые вышли замуж в марокко в основном мужья они жалеют свою жену они не разрешают ей так прям убираться в доме вот я не убираюсь доме у нас приходит домработница готовим и по очереди иногда готовлю я чаще готовит муж потому что не знаю потому что жалеет меня наверное иногда бывает вот посуда лежит там пока я пойду в душ помоюсь он может все это помыть хотя у него работу бывает больше чем у меня и загруженности больше устает он больше но то есть я бы сказала здесь сложности точно нет есть только плюсы может быть сложность менталитете марокканских мужчин не касаемых моего мужа потому что он совершенно другой у него другой менталитет может быть некоторые марокканцы они ленивые и они не такие активные немножко не уважают время очень так вот шала все будет хорошо дай бог конечно размеренность это не относится к моему мужу именно поэтому и у нас все получилось а теперь к вам вопрос в чем сложность быть мужем русской или армянской русско-армянской девушки what's hard i will answer this question and i will tell you when you love each other nothing is hard about all it's about love in this life and hard things no have even if you are armenian russian moroccan it's not about it's not about culture it's not about it's not about religion it's not about what you are it's about one things and it's love when you trust each other when you trust yourself and you trust your love nothing hard но он говорит о том что когда вы любите друг друга между вами есть чувства то не религия не может коснуться этих чувств не и нация никаких сложностей для тебя они не будут сложностями да это так мило и первое впечатление россии вы впервые в россии расскажите вам о том насколько понравилось в частности рязани первое чувство когда он вышел из аэропорта это ухты это правда холодно хотя это еще не зима да and about i like too much reason i tell my wife that i like green things i like building i like ему очень нравятся деревья им он я никогда я говорю с фоткой смотри какая архитектура или что-то еще он как подожди и видит какие-то деревья и фоткает деревья то есть листья вот эти наши осенние он останавливается каждый листик фоткает уж там такого нет там пальмы тоже красиво но но у нас по-своему ему нравится очень то что у нас зелено это что это вот сейчас превращается в золотую осень он в шоке что это желтые и красные разные цвета да и вот каждый раз он не говорит что здесь очень красиво очень по-разному как-то он был в европе много где ну вот как-то по по-другому он говорит здесь все это ощущается вообще выглядит все по-другому деревья нравятся дома ему нравятся and about system to system it's more easy a lot of application a lot of and one thing that i like too much it's 20 for our group а о да он как я тебя мне говорят я тебя сейчас понимаю нас когда им грублину почему в россии бы я сейчас вот это купила в это время вот это он как только сейчас тебя понял потому что система в россии очень удобная миллион миллион приложений волберис озон яндекс пожалуйста бери не хочу я был в шоке когда мы поехали ночью в глобус у нас на глобус же рядом возле дома что есть такие супермаркеты которые работают 24 часа и ты можешь ночью купить даже телевизор все познается в сравнении как да для это не для недовольных жизнью рязанцев и прочих кто думает что у нас все хуже чем где еще добавлю от себя что у нас очень хорошая медицина и я очень ждала когда я приеду в рязань у нас нет никаких проблем но каждые полгода вот у меня есть такое в правилах что я сдаю анализы проверяюсь так далее но не 15 лет и мы вот с ним ходили сдавали анализы сдавали это все во-первых намного дешевле медицина во-вторых оборудование наше в третьих наши врачи низким поклон и даже не сравнить еще один момент это по поводу ткани это для нас вообще фишка которую мы прям для себя взяли как наша фишка в морокко когда я покупаю ткани там это все делается прямо на полу и типа сколько тебе вот так они прям руками вот так измеряют так это примерно метр или делают шаг так вот это метр и вот руками рвут и вот так вот все в пакет складывают и такая уходишь и он готов шоке а здесь когда он зашел магазин здесь ткани это что каждая ткань на вешалке висит я города и каждая ткань презентуют как будто бы это какая-то модель и потом их режут отмечают метром ты понимаешь я захожу сюда и я хочу купить здесь все я хочу купить то что это выглядит элитно это выглядит как будто уважение к ткани короче вот разница есть и там по-своему интересно а тут по-своему по-другому поэтому для него это вот ого для него стартап идея для бизнеса в морокко чего еще там никогда не было ткани на отдельных вешалках да он уже очень много чего заметил то есть идеи много поэтому взял на заметку ну и хотелось бы отметить что так или иначе твоя жизнь все время связано с музыкой несмотря на то что супруг бизнесмен он еще и музыкант наверное муж который я себе представляю должен быть такой 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 и конце добавила что и он должен уметь играть на барабане вот он умеет играть на барабане это его страсть он очень любит это он никогда не учился просто вот брал уходил так в поток играл и вот любой инструмент который ты ему дашь он дай ему пять минут и он сыграет вот у него есть какой-то такой дар талант любовь к этому делу в крови наверное с оркестрами играл дабку ливанскую на самом деле много танцевать нет а вот играть да можно попросить да можно попросить что-нибудь коротенько хотя бы спасибо большое пожалуйста да и теперь пожалуйста вот вы общаетесь между собой на английском у нас сборная солянка марина если честно английский то у нас не идеальный у него идеальный французский язык даже намного вот лучше чем его настоящий арабский марокканский язык да у него у них он разговаривает он владеет марокканским испанским французским английским но французский у него идеальный английский у нас не идеальный и мы разговариваем половина английском там есть марокканский там есть вообще халиджи который я учила там же есть русские слова и тому же там все в перемешку только армянского наверно нет главное что вы понимаете друг друга да какие же слова знаем на русском учет и новый нрачен привет как дела хорошо нормально потому что пожалуйста я тебе люблю говорить иди сюда иди сюда иди сюда слушай меня вкусно вкусно красиво лучшим красиво больно вон знает да да красивый да и царь лангвизб от айлайк because i feel like it's a strict language как вообще в целом в марокко относится к россии и вот ты сама чувствуешь и насколько сама скучаешь по россии может быть да вот и марокко стал вторым домом до марокко стало вторым домом но уезжая в марокко скучаю по россии нахожусь в россии скучаю по марокко сердце уже разделено на две половинки но мне россии всегда мало зимой конечно иногда хочется сбежать потому что холодно а так уже все здесь дом тоже но мы будем жить на две стороны на самом деле мы приняли решение что и без россии мы не сможем и без марокко тоже по поводу как относятся в марокко к россии я кстати сейчас скажу не только по поводу марокко так как я была в других арабских странах в целом я сделала такое вот стала такое себе мнение поняла что арабы относятся к россии очень хорошо они очень любят россию и всегда все говорят одинаково и к россии относятся с большим уважением не потому что я говорю что я из россии я проверяла и вы говорила что я из армении и армянка мне все равно говорили а мы думали россии он и так люблю в россию то есть это это по-честному это настоящая любовь честная и и